Ваше благородие, позвольте рекомендовать себя. Меня зовут Дрёмов Николай, и вы на канале «Поступление и наказание», где мы разбираем алгоритмы выполнения каждого из заданий ЕГЭ по обществознанию 2020 года. Сегодня мы завершаем разбор блока «Человека-общество» заданием номер 6, которое называется «Выбор позиций из списка». Как мы уже знаем, такой тип заданий является самым популярным в экзамене. Однако именно задание 6 имеет интересную отличительную особенность, которая заключается в его формулировке. Перед нами не просто развернутый вопрос. Мы видим мини-кейс, в котором задана ситуация, проанализировав которую, мы должны найти признаки, характеризующие ее. В этом задании вам встретятся все темы блока «Человека-общества». И, исходя из своего опыта, могу порекомендовать вам обратить особое внимание на некоторые из них. Природное и общественное в человеке, виды знаний, основные институты общества, понятия культуры, формы и разновидности культуры, темы, вызывающие у большинства учеников трудности. Вы не должны будуться в теории, потому что перед нами задание повышенного уровня сложности, требующее 7 минут для выполнения. И принесет оно 2 первичных балла экзамена. Как я уже упоминал выше, у задания 6 есть одна яркая особенность. Оно фокусируется не на проверке теоретических знаний как таковых. У нас есть некий контекст, верно охарактеризовав который, вы сможете получить заслуженный балл. Чаще всего данная характеристика сводится к поиску в условии задания термина или же выведения его из засловия задачи. Дав верное определение этому термину, вы и найдете пункты, которые характеризуют его. Получается, мы можем максимально упростить условия задания, убрав несущественную информацию или перефразировав ее. А писательная часть нередко сбивает учеников с толку и заставляет обдумывать вещи, не имеющие отношения к решению задачи. На примере задания из демонстрационной версии условия можно упростить следующим образом. Почему многосерийный фильм – произведение массовой культуры? Пункты, являющиеся ответом на этот вопрос, и являются ответом, который мы ищем. Зная о таком подходе, мы без труда сможем составить алгоритм задания 6. Во-первых, внимательно прочитайте условия задания и подчеркните термин, являющийся критерием, относительно которого необходимо выделить соответствующие пункты. Этот термин – массовая культура. Во-вторых, если этого термина нет, его нужно вывести самостоятельно. Но такое, кстати, встречается крайне редко. В-третьих, дайте определение выбранному термину в письменном виде на черновике. Массовая культура – это культура, приспособленная к вкусам широких масс людей, технически тиражируемая в виде множества копий и распространяющиеся при помощи современных коммуникативных технологий. В-четвертых, соотнесите представленные пункты с термином и его определением. В случае необходимости, элиминируйте неподходящие пункты. И мы сразу видим, что расчетнул средненный потребительский вкус, пропаганда традиционных семейных ценностей, понятных большинству зрителей и позиционирование фильма как продукта для отдыха и развлечения и есть наш правильный ответ. В-пятых, проверьте себя, обосновав выбор соответствий. Тут мы используем знакомую нам технику обратной аргументации. Оставшиеся три пункта – примеры элитарной и народной культуры. Ну и, наконец, запишите ответ в бланк. Завершая блок «Человек и общество», мы также заканчиваем разбирать использование системы Лейтнера в обучении. Есть один замечательный трюк, который я взял из преподавания английского языка и русского языка как иностранного. Для вас не секрет, что богатство нашей речи во многом зависит от лексикона, то есть словарного запаса. А новые слова учить списком весьма непросто. Чтобы стало проще, вам необходимо создать контекст, с помощью которого слово будет легко запомнить. С обществознанием то же самое. Дополнив карточки примерами использования терминов в речи, вы сразу выполните две задачи. Во-первых, облегчите изучение терминов, и во-вторых, научитесь без труда выполнять задание 25, которое требует от вас раскрыть некое понятие и написать два предложения по заданным критериям. Грамотно составленные карточки еще в процессе изучения терминов дадут вам примеры их использования в речи, и обеспечат идеальное выполнение одного из самых сложных заданий второй части. Конечно, это не единственный способ изучать термины, и есть один прием, особенно хорошо подходящий для изучения блока экономика, который мы начнем разбирать в следующий раз. Впрочем, там об этом и расскажу подробнее. А пока не откажите в любезности оформить подписку на канал и нажать колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Засим позвольте откланяться. Максимальный балл за это задание вам принес Дремов Николай. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok